Всем привет! Сегодня мы будем говорить о программе-драйвере от AMD Radeon Adrenaline 2020 Edition. Быстро еще раз пробежимся по интерфейсу программы, по ее тонкой детальной настройке для повышения FPS, а также разберем некоторые наболевшие у пользователей вопросы. Ролик по настройке данной программы у меня на канале уже есть, но там был разобран именно английский интерфейс. Многие пользователи просили сделать настройку на русском языке, ее я вам и показываю. Также отвечу на часто задаваемые вопросы, которые собрались под прошлым роликом в комментариях. Давайте быстро еще раз пробежимся по интерфейсу программы. Как обычно начинаем сверху и здесь у нас панель меню, то есть это домашняя страница, на которой мы сейчас находимся, ее разберем сейчас чуть позже. Далее у нас вкладка игры. Здесь у нас все игры, которые присутствуют на компьютере. Если по какой-то причине игра, которую вы установили, не отобразилась здесь, то в этой вкладке ищем три точки, это панель меню, нажимаем на нее и нажимаем добавить игру. После чего указываем путь до ярлыка, где установлена игра. В этом же разделе мы можем посмотреть файлы мультимедиа, либо же совместимость с играми. Не пугайтесь, если увидите такой красный крестик. Это означает, что ваш компьютер не соответствует минимальным требованиям игры. Здесь же вы можете увидеть, каковы минимальные требования. Далее идем во вкладку трансляции и здесь мы видим настройку запуск трансляции. Здесь же есть часто задаваемые вопросы, которые сейчас разберем. Во-первых, люди спрашивают, почему у меня недоступна трансляция? Возможно, что ваша видеокарта не поддерживает Radeon Relife. Ранее так называлась функция, которая отвечала за снимки рабочего стола, а также за трансляции. Следующий вопрос по трансляциям, это не работает микрофон трансляции. Во-первых, убедитесь, что здесь он включен. Во-вторых, чуть позже покажу, где настраивать сам микрофон. Переходим в производительность и здесь у нас настройка разгона для вашей видеокарты. То есть для начала переходите в производительность, далее в настройку. Также здесь встает очень часто задаваемый вопрос. Почему у меня не работает настройка? Либо же показатели сбрасываются самостоятельно, либо же они вообще недоступны. Просто потому, что на вашей видеокарте заблокирован скорее всего разгон. Далее в правом углу мы видим поисковую строку. Если у вас очень много игр, можно здесь их искать или какую-либо функцию. Далее у нас встроенный браузер. Им можно пользоваться в принципе как хромом или файрфоксом или другими браузерами. Далее у нас идет голосование за новые функции, оповещение от AMD. Далее настройки и функции сворачивания в боковую панель. Если вы считаете, что интерфейс программы очень объемный. Давайте немного разберемся, что же есть в настройках. Во-первых, это системы. Здесь мы можем сделать какой-либо сброс настроек, импорт настроек и так далее. Видеокарта. Здесь мы видим выбор графического профиля, а также общие настройки видеокарты. Здесь мы видим выбор общего профиля, а также глобальные настройки для вашей видеокарты. То есть не для каждой игры в отдельной, а глобальные общие. Далее идут глобальные настройки дисплея. Далее идет выбор профиля для улучшения качества изображения на вашем мониторе. Далее идет настройка горячих клавиш, если вы ими пользуетесь. Учетные записи. Если вы ведете трансляции, то в принципе вы можете прикрепить YouTube или Twitch, к примеру. Кладка устройства отвечает за настройку синхронизации вашего телефона и вашего компьютера для того, чтобы транслировать изображение из игр на ваш телефон. Ну и естественно общие настройки. Как раз же здесь же возникает вопрос о настройке микрофона. Во-первых, вам необходимо выбрать устройство по умолчанию звукозаписи. Обязательно перед началом трансляции необходимо настроить вкладку трансляции. Здесь мы можем включить оверлей, который будет нам показывать производительность вашей видеокарты. Ниже, если вы ведете трансляцию в играх, ее тоже необходимо включить. Это еще один из вопросов. Не могу настроить трансляцию в играх. Листаем вниз и видим общие настройки. Реклама от AMD. Можно отключить, ребята. Раз и отключили. И в общем много других параметров, я думаю, что вы сейчас их видите. Перечислять их бесполезно. Ну и самый главный вопрос, который задают многие пользователи. Как сменить язык в этой программе? Если она на английском, то здесь вы увидите раздел language. Если на русском, то раздел язык. И здесь мы можем выбрать язык. Ребята, вот так все просто. Анимации эффекта самой программы также можно отключить для экономии производительности. И еще одна маленькая подсказка. Если вы не хотите, чтобы программа без вашего ведома куда-либо что-либо отправляла, программа взаимодействия, отказаться от участия нажимаем. И нажимаем да. Таким образом, вы сэкономите трафик, если он у вас лимитный. А также, если у вас слабый интернет, избавитесь от просадок. Давайте вернемся на домашнюю страницу и рассмотрим интерфейс на домашней странице. Здесь мы можем видеть последнюю игру, а также статистику, подсчитанную во время игры. Захват мультимедиа с рабочего стола, то есть запись с рабочего стола, заменяет многие программы полезной функцией. Если же ваша видеокарта поддерживает Radeonory Live, как я говорил выше. Надеюсь, что теперь вы знаете, как включить и настроить микрофон, как запустить трансляцию, почему она не запускается, почему не запускается настройка производительности, то есть разгона видеокарты, как настроить язык в программе и многое другое. Ну а теперь давайте приступим к самой настройке для повышения FPS. Во-первых, переходим во вкладку игры. Здесь мы можем настроить либо общую графику, либо общие настройки дисплея, либо же местно, то есть для каждой игры в отдельности настроить эти параметры, выбрав определенную игру. Например, GTA 5. Если вы не хотите разбираться в детальной настройке и вам лень, то можно сделать так, просто выбрать профиль игры, то есть либо это игровой профиль, киберспортивный, стандартный и пользовательский. Пользовательский включается, как только вы измените один из параметров. Если вы выбрали определенную игру для настройки, то здесь это делается следующим образом. Находим графический профиль и изменяем его здесь. Но теперь давайте разберем все параметры настройки подробно. Если вы будете делать это для определенной игры, то все будет тоже самое. Единственное, что в некоторых играх может отсутствовать тот или иной параметр, так как игра его не поддерживает. Либо же его не поддерживает ваша видеокарта. Так что смотрим, что я сейчас буду говорить, и все, что у вас есть, можете повторять за мной. Начнем с функции Radeon Anti-Lech. Это новая функция от AMD, которая призвана уменьшить задержку вывода кадра между командами пользователя и видимой реакции на них. В принципе, эту функцию можно включить, если она у вас будет работать неправильно и наоборот создавать какие-то лаги или проблемы, позже можно вернуться сюда и отключить данную функцию. Например, у меня как раз такая ситуация. Также многие пользователи спрашивали о ограничении количества кадров. Следующая функция Radeon Chill как раз и является таким параметром. Эта функция призвана экономить энергию во время простой пользователя в игре. То есть, когда пользователь не активен, кадры будут снижаться, а во время его активных действий они будут быстро повышаться. И ниже вы можете выставить частоту кадров при низкой активности и при высокой, тем самым ограничив. Следующая функция Radeon Boost, которая далеко поддерживается не всеми играми. И ее назначение динамически уменьшать разрешение в игре при движении. Разработчики обещают, что данная функция не будет ухудшать изображение, но на самом деле это не так. Я испытал данную функцию в GTA 5 и она очень сильно замывает изображение. Настолько сильно, что играть невозможно. Это лично мое мнение. Поэтому данную функцию даже в поддерживаемых играх я не включаю. Следующая функция коррекции изображения Radeon предназначена для более старых игр, которые в низком разрешении. И при масштабировании этих игр в более высокое разрешение, данная функция улучшает четкость. В новых играх эта функция сильно вам не поможет. Разницы вы не увидите. Функция Radeon Unchanged Sync это аналог ждать вертикального обновления или Vsync, только работает чуть иначе. Функция ждать вертикального обновления синхронизирует переход анимации кадра к кадру, тем самым устраняя видимый разрыв изображения. При включении данной функции частота обновления кадров, то есть FPS будет соответствовать частоте монитора. То есть, к примеру, частота обновления на моем мониторе 60 Гц. Ограничивая FPS, данная функция вообще никак не ухудшает производительность. Поэтому можете смело включать данную функцию. А теперь переходим к дополнительным параметрам. И первая функция это сглаживание. Задача сглаживания убрать зубчатость в изображении путем размытия края объектов. Для максимального повышения производительности делаем следующее. Переопределить настройки приложения. Уровень сглаживания выставляем минимальный. Метод сглаживания выставляем множественная выборка, так как адаптивная и избыточная. Будут потреблять наибольшее количество производительности. Кстати, есть менее потребляемый метод сглаживания FXAA. Я покажу его позже. И обычно я делаю так. Я устанавливаю здесь использовать настройки приложения, а уже в игре вообще отключаю сглаживание. И включаю то самое FXAA. Морфологическое сглаживание это функция альтернативная предыдущим и предназначена также для сглаживания краев изображения. Следующий параметр режим анизотропной фильтрации. Он уменьшает размытие и зубчатость изображений, улучшая контрастность в режиме камеры под наклоном. Здесь можно выставить уровень данной фильтрации вплоть до 16X. Мы его отключаем. Есть подобные методы фильтрации, но более простые и менее требовательные к производительности. Это билинейная и трилинейная фильтрация. Анизотропную мы отключаем еще раз. Функция качества фильтрации текстур. Это функция улучшения качества фильтрации, улучшает плавность в игре. Лучше поставить его на производительность. Оптимизация формата поверхности позволяет выбрать оптимальные настройки фильтрации текстур автоматически, переопределив настройки приложения, то есть самой игры. В новых играх эта функция сильно не повлияет, но оставить ее включенным будет не лишним. Режим тисселяции делит большие полигоны в играх на более маленькие, тем самым делает изображение более гладким. И если вы хотите сэкономить запас производительности вашей видеокарты, то необходимо переопределить настройки приложения и установить минимальный уровень тисселяции или вовсе его отключить. Тройная буферизация OpenGL работает совместно с функцией ждать вертикального обновления. И она призвана компенсировать задержку, вызванную синхронизацией вертикального обновления. Если вы включали вертикальную синхронизацию, логично будет включить данную функцию. Но стоит помнить, что она работает лишь с играми, работающими на платформе OpenGL. А это не все. Следующий параметр рабочая нагрузка GP. Этот параметр актуален в принципе только для майнинга. На играх никак не отразится. И если вдруг вы до сих пор майните, то включаете здесь вычислить. Вам предложится перезапустить приложение, а также перезапустить компьютер, после чего в майнинге у вас прогресс увеличится. По сути увеличится вычислительная мощность видеокарты. Еще раз повторюсь, на играх не отразится, поэтому оставляем как есть. Ну и последний параметр, который мы здесь видим, это сброс кэша шейдеров. Сбрасывать его ни в коем случае не нужно, потому что все игры, которые вы уже запускали, сохранили на жестком диске определенное количество графических элементов. Для более быстрой подгрузки при игре. Переходим к настройкам дисплея и первая из функций это Radeon FreeSync. Функция достаточно полезная, она изменяет частоту обновления дисплея при появлении новых кадров и делает процесс игры более плавным и быстрым. Но есть одно но, не каждый монитор это поддерживает. Как видите в моем случае, не поддерживается. Если же у вас он поддерживается, обязательно включите его. Виртуальное сверхвысокое разрешение позволяет вам устанавливать на вашем мониторе более высокие разрешения, не схожие с физическим и при этом делая изображение более четким и красивым. Масштабирование GP призвано масштабировать приложение с низким разрешением по размеру экрана. Но обычно монитор делает все это сам. Поэтому эта функция в принципе нам и не нужна. Например, в игре я сделал соотношение сторон 4 к 3 и теперь у меня черные полосы. Что же делать? Смотрим следующий параметр. Режим масштабирования. Чтобы убрать все эти полосы, выбираем полная панель. У вас может быть написано растянуть на весь экран. Целочисленное масштабирование работает в паре с масштабированием GP, поэтому если не отключено, оно будет недоступно. И его задача придать четкий пиксельный вид изображениям. Следующий вопрос. Что делать, если у меня там чуть серый экран или еще что-либо? Либо слишком темный, либо слишком светлый. В общем здесь есть такая функция пользовательский цвет. Включаем ее. Или может быть она у вас уже включена. Здесь вы можете выставить и яркость. Вот, кстати, проблема с серым цветом. Слишком высокая яркость. Еще один вопрос. Как создать собственное разрешение? Вот, пожалуйста, функция пользовательское разрешение. Нажимаем создать. И выставляем все, что нам необходимо. И далее нажимаем создать. Итак, немного по разгону. Переходим в производительность, настройки. Либо же, если хотите для определенной игры это сделать, переходим в игру. И здесь выбираем настройку производительности игры. Здесь переходим в настройки. Выбираем управление настройками вручную. Настройка графического процессора включаем. И увеличиваем частоту на небольшое количество процентов. Повторяюсь, не на большое. Также делаем с настройками тактовой частоты памяти. Включаем. И увеличиваем совсем на немного. Если хотите подробно узнать, как можно разогнать свою видеокарту, у меня есть видеоролик по этому поводу. Ссылка будет в описании. В настройке скорости вентилятора, а также в настройке электропитания лезть не советую. После всех проделанных манипуляций, не забывайте применить изменения и проверить, нормально ли работает видеокарта. И еще пару советов по настройке операционной системы, в данном случае Windows 10, чтобы получить производительность чуть выше. Первое. Нам необходимо настроить схему электропитания. Переходим в панель управления. Я это делаю через проводник. Находим здесь пункт электропитания. И выставляем здесь высокую производительность. Также из часто задаваемых вопросов в комментариях. Если здесь нет параметра высокой производительности, что мне делать? Здесь есть такая кнопочка слева. Создание схемы управления питанием. Нажимаем на нее. Выбираем высокую производительность. Называем ее как необходимой. Нажимаем далее. Готово. Все. Следующий вопрос актуальный для Windows 10. Переходим в пуск. Параметры. Находим здесь обновление безопасность. И отключаем на некоторое время центр обновления. Нажимаем дополнительные параметры. При остановке обновлений выбираем дату максимально возможную. То есть можно на месяц примерно ее остановить. Также я заметил, что идет сейчас раздача в Epic Games. Именно GTA 5. И многие люди просят сделать видео по настройке данной игры. Не могу не исполнить ваши просьбы. И поэтому запускаем Grand Theft Auto. Итак, приступим к настройке GTA. Во-первых, нам необходимо сделать полный экранный режим. Так как в оконном режиме лагов будет немного больше. Теперь нам понадобится пункт графика в настройках. И смотрим теперь все настройки здесь. Теперь смотрим, насколько здесь заполнена видеопамять. И последующие настройки будут влиять на ее заполнение. В моем случае это 4 гигабайта. А теперь последовательно. В версии DirectX остается. Тип экрана полный экран. Разрешение экрана выставляете свое. Чем оно меньше, тем будет выше производительность. Теперь формат. Точнее, соотношение сторон. Соотношение сторон можно выставить вручную, если вам это необходимо. У меня остается автоматически. Частота обновления дисплея. Выставляете то значение, которое у вас соответствует дисплею. Монитор вывода, естественно, устанавливаете, какой у вас. У меня он всего лишь один. А теперь по настройкам сглаживания. Я говорил вам в начале ролика, что есть такой метод сглаживания FXAA. Это самый простой метод сглаживания, и он у меня включен. Сглаживание MCAA, то есть множественная выборка, у меня выключена. Вертикальную синхронизацию мы уже включали в драйвере, поэтому здесь не имеет значения, включите ли вы ее или выключите. Следующие три параметра это население города, разновидность населения, фокусировочная шкала. Все зависит от объема вашей видеопамяти. Выставляете, насколько у вас хватает. Следующие параметры это качество текстур по отдельности. Естественно, если вы хотите наивысшую производительность, значит ваша задача поставить низкие параметры качества. То есть качество текстур, качество шейдеров, качество теней, отражений, в воде, качество частиц, качество травы и все-все-все-все-все ставим на минимум. Настройку спецэффектов также ставим низкую. Далее у нас анизотропная фильтрация. Здесь лучше всего выставить минимум или выключить ее вовсе. Затенение и тесселяцию также ставим на минимум. Здесь минимум считается либо отключение, либо стандарт. Далее применяем, переходим в дополнительную настройку изображения. Здесь есть пару параметров, которые тоже следует настроить. Это все, что я хотел вам рассказать по настройкам Grand Heft Auto. Да и вообще в целом мы заканчиваем настройку как драйвера, так и игры. Надеюсь, что ролик будет вам полезен, что вы найдете ответ на свой вопрос и сможете повысить FPS в своих играх. Всего вам хорошего, спасибо за внимание.